Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Какие проблемы решают ветеранские организации? Как идет подготовка к празднованию 70-летия Победы? И как сегодня живется ветераном? В нашей студии председатель городского совета ветеранов Владимир Пронин. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, вообще ветеранские организации на решение каких проблем ориентированы? Вот какие у них задачи и функции? Ну, все ветеранские организации, они практически однообразны. Основная задача и вопросы, которые касаются их, это состояние их в первую очередь. В каком они находятся. Ну и в первую очередь, благоприятность. Это особенно ветеранов берем участников Великой Отечественной войны. Это более тяжелое старое поколение. Это в первую очередь касается их здравоохранения, здоровья их, их быт, их жизнью, ну и их благополучие. Более молодое поколение, которое вот я себя отношу к этому поколению. Мы, наоборот, должны брать с них пример и видеть, как вот эти ветераны жили, как они воевали. Вот сейчас соотношение ветеранов меняется, да? Все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны и все больше... Более молодых. Более молодых. Вот вы, лично вы, Владимир Николаевич, ветеран какой войны? Я локальный воин. Это непосредственно Афганистан, Таджикистан, Грузия, Молдавия. Ну, Чечня немножко там это побывала, как говорится. Вот в таких ситуациях. А как вы пришли вот к такой общественной деятельности? Понятно, что вы воевали, но не каждый займется организацией, возьмет на себя вот такие функции, да? Да, вопрос очень специфический. Ты просто как военный человек, военный человек. А вы военный, да, по своей специальности? Да, я полковник в отставке, я служил власть как специального назначения. А что это такое? Это разведка. Это всегда интригует. Это разведка, да, разведка. Я, когда командовал ротой в Афганистане, у меня в роте два героя Советского Союза, но они погибли. Вот это старший лейтенант Анищук, Олег, он был моим заместителем, и сержант Юра Исламов. Вот два. А так в отряде, но если по пехотному брать, это батальон, то у нас в батальоне было три героя Советского Союза. Это по военным меркам Великой Отечественной войны, как говорится, в дивизии, если три героя Советского Союза, то дивизии присваивали гвардейский знак. Она считалась гвардейской. Ну, в войсках специального назначения только сейчас появились. Вот 22-я бригада специального назначения, она гвардейская. Третья бригада гвардейская, как говорится, но в былые времена гвардии им не присваивали. Да, вот участники таких локальных войн и ветераны, на что они претендуют? Вот что они должны по закону получить? Вот на какие такие льготы могут рассчитывать? Ну, льготы все расписаны согласно законодательству наше. Плюс ко всему, есть федеральный закон, есть региональный закон и непосредственно законы, которые пишутся, указы непосредственно. Вот льготы все это расписано, понятно. Но почему так получается, что вот до сих пор некоторые ветераны там остаются без жилья? Кто-то не может там долечиться, кто-то ремонт в квартире сделать. Если все это расписано, вот вы внутри видите всю эту ситуацию, вот что мешает? Ну, тут не мешает сейчас, если говорить откровенно по нашей Самарской области, по городу Самаре, этот вопрос практически можно считать закрытым, но не полностью. Вопрос, касающийся ветеранов Великой Отечественной войны, они все, кто-то получил новые квартиры, кто-то непосредственно получил деньги на ремонт. И таких каких-то очень таких серьезных вопросов, жалоб, как таковых нет. Есть отдельные вспышки, небольшие, но эти вопросы практически решаются практически мгновенно, потому что вот сейчас такой тандем, как и глава города Дмитрий Ильич Азаров и непосредственно губернатор Николай Иванович, они в тандеме работают. И вопросы, которые касаются непосредственно ветеранов, ветеранского движения, оно прям на особым контроле. И каждая жалоба, какой-то вопрос, который поднимается непосредственно ветеранами, он держится на контроле как у главы, так и у губернатора. И непосредственно ставится определенное время на выполнение вот этих вопросов, которые и стараются вот чиновники, хоть это слово такое нехорошее может быть, они стараются как можно быстрее это все делать. Понятно. И все-таки, конечно, для людей, которые прошли вот такие лишения, такие вообще стрессовые ситуации и так далее, проблема здоровья, да, остается, наверное, одной из самых важных. Скажите, вот участники, опять же, локальных войн, они вот какие льготы имеют? Они должны лечиться бесплатно, пользоваться? Они приравнены так же, как участников Великой Отечественной войны, участники локальных войн. А те, которые непосредственно инвалиды, которые получили ранения, они также получают доплату. Вот кто получил примерно группу инвалидности третью, где-то 3,5 тысячи, вторая группа где-то 7,5 тысячи, первая группа 14,5 тысячи дополнительно к пенсии, которую непосредственно им государство начисляет. Понятно. Вот вы работаете непосредственно с ветеранами и участниками. На что они жалуются? Вот обращаются к вам люди, да? Вы же должны как-то вот всех услышать и как-то разрулить ситуацию, как-то суметь помочь. Вот то, что люди приходят и жалуются, им, самое главное, вот ветеранам не хватает общения, понимаете? Им хочется пообщаться, поговорить. Значит, как-то нужно так решить эту проблему, чтобы ее не было, да? Организовать клубы по общению с ветеранами, да? Это есть непосредственно. Есть советы ветеранов непосредственно, есть комитеты. Вот. Более активные люди, они сами приходят туда, начинаются у них непосредственно. Сначала разговоры, какие-то проблемы, кто-то прочитал какую-то статью, которая заинтересовала, кто-то посмотрел телевизор. И вот эта полемика, которая у них идет, она вроде немножко еще с таким старым уклоном, но на современный лад немножко старается это переделывать. И в итоге вот это обсуждение идет, они после вот этих двух-трех часов общения друг с другом, они немножко успокаивают себя более нужными. И вот это чаепитие небольшое и прочее, это просто их немножко расслабляет, они хотят дальше жить, понимаете? Вот это вот вы все про старшее такое поколение. Ну а молодое, более молодое поколение, это мои ровесники, чуть моложе, которые были, когда я воевал, там 20-летние пацаны, грубо говоря, то это вопрос очень серьезный. Они еще в силе, как говорится, им не хватает, как говорится, того, что где-то найти работу, найти себя в жизни иногда. Люди, которые побывали на войне, немножко психика, она нарушена. Человек, который побывал на войне и ощутил вот этот свист пули, там, разрыв гранаты или там мин или снаряда какого-то, это уже человек смотрит на жизнь совсем по-другому. Он воспринимает ее совсем по-доброму. Он совсем смотрит на жизнь совсем иначе, потому что он понял, что такое жизнь, что такое смерть, и когда видишь, когда рядом с тобой погибает твой товарищ, он уже не может в душе своей, даже по совести своей, кого-то обидеть, кого-то оскорбить. Но многие еще просто психически нарушаются у них, психическое состояние, и люди болеют. Вот это состояние их, мне кажется, нужно какие-то реабилитационные центры, которые должны быть, какие-то с ними проводить занятия, снимать вот этот синдром, вот этот, как в Америке. А время разве вот не лечит? Уже столько времени прошло. Тут пока вот конкретики нет, и такой еще программы как таковой нет. Просто можно идти к Яковлеву, там, Олег Григорьевич, это у нас на 22-м партизе. Но это же тоже то количество людей у нас, если по области считать, у нас больше 15 тысяч человек, как говорится, афганц, которые прошли непосредственно вот боевые действия, которые принимали участие, и просто их охватить сразу невозможно. Многие люди от неудобств, неустройства своего, это даже, ну, просто сами себя лишают жизни, понимаете, очень вопрос. И поэтому вот этот вопрос, который ставится, то же самое, не хватки жилья, а не хватки денежных средств. Мы ставим этот вопрос. Сейчас в ближайшее время как раз вот практический вопрос, касающийся обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны жильем, практически он, все, можно сказать, закончено, практически все люди в области будут полностью у нас ветераны обеспечены жильем. И этот вопрос будет подниматься непосредственно уже к ветеранам, участникам локальных войн. Да, ну это хорошо. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, у нас еще есть время. Муж, вторая группа инвалидности, ветеран Великой Отечественной войны. Никаких добавок у него нет, и льготы убрали. Почему, как ветерану, убрали надбавки «Сивиль» подпись? Непонятно, то ли фамилию. Он каких, это, участник боевых действий? Ветеран Великой Отечественной войны. А Великой Отечественной войны, здравствуйте. Не может такого быть. Пускай непосредственно он или кто-то у него есть. Ну вот вдруг ошибка какая-то. Но тут нет же вопрос. Если у него все документы есть непосредственно, которые касаются удостоверения участника Великой Отечественной войны, плюс ко всему удостоверение инвалидности, если сам он не может, пускай он, кто у него там, родственники, сыновья, дети, внуки, пускай подойдут в соцзащиту, покажут эти документы, и все будет сделано, и все будет начислено. Понятно. Владимир Николаевич, а вот у вас в вашем обществе есть юрист? Потому что вот если вопросы жилья, здравоохранения, еще чего-то, это понятно, что без юриста сегодня очень сложно вот такие серьезные. Все правильно. У нас на добровольных началах есть человек, юрист, который непосредственно занимается этими вопросами, и когда ветеранам какие-то нужны необходимые вопросы, есть телефон, они позвонили примерно ко мне в этот совет ветеранов, мы даем телефон этого человека, даже иногда я его приглашаю. На всякий случай даже вот в такой ситуации разобраться можно. Вообще, это у вас общественная организация, но как мы все знаем, общественники, они без денег, без какого-то определенного финансирования. А без денег, как говорится, вообще сложно какие-то проблемы решить. Ну, кроме того, что вот на чайка вот и то деньги нужны. Скажите, как вы сотрудничаете, с кем, с какими организациями, с властью, как выстраивается ваше сотрудничество? Как вы решаете вот такие вопросы? Я понял вопрос. Это действительно общественные организации, это те организации, которые самостоятельные и практически, как говорится, не стоят на каких-то должностях, там кто-то и так далее. Но самое главное, что есть вот в городе, в области нашей, это то, что примерно в городе у нас есть целые программы. Ветераны Самары, инвалиды Самары, которые непосредственно из бюджета города выделяются определенные средства денег. Вот ежегодно, вот по программе у нас ветераны ежегодно по два теплоохота ходят по Волге по маршрутам. Ну, вот маршруты до Астрахани, до Нижнего Новгорода. И вот в этом году, я приведу пример, ну, этот год немножко у нас получился юбилейный к афганцам, 25 лет вывода было непосредственно с Афганистана. И один корабль шел непосредственно с афганцами, непосредственно, ребята, которые там принимали участие. А второй корабль шел с ветеранами, ветераны вооруженных сил, там, правоохранительных органов. И поэтому вот это не из кармана ветеранов, никого. Это именно город непосредственно под руководством и по указанию непосредственно главы города. Вот эти пароходы КГС. Да, у нас, кстати, есть сюжет на эту тему. Я просто хочу дополнить еще дополнительное, потому что вот на будущий год, вот мы говорили по 70-летию победы. Но это мы еще будем говорить. Ну, я просто как-то упреждаю немножко. Вот на будущий год, просто мы все ветеранские организации, которые в городе Самаре были, мы сказали, что на будущий год никто из других организаций не поедет, грубо говоря, там локальщики, еще кто-то, а именно вот эти два теплохода пойдут непосредственно с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. Ну, вот совсем недавно к нам в город прибыла делегация из Екатеринбурга. Что интересно, обычно вот как-то я слышу сотрудничество с такими городами, вот где битвы, с Курском, да, экскурсии, Волгоград, а тут из Екатеринбурга. Давайте посмотрим сюжет, а потом нам расскажется, почему это произошло. Прикоснуться к истории запасной столицы и воочию увидеть изменения, о которых только слышали. Делегации из Екатеринбурга 65 человек прибыла в Самару. Это представители ветеранских организаций Свердловской области. Участники совершают круиз на теплоходе из Екатеринбурга в Астрахань, заезжая по пути в города, чтобы встретиться с коллегами. Уже несколько лет у нас подписано соглашение о сотрудничестве с Самарским областным советом. Это дает нам возможность те лишь вопросы, которые в силу, может, финансовых затруднений в регионе, поднимать вопросы перед президентом, перед правительством, перед Государственной Думой. Ветеранское сообщество – наши силы, с нами надо считаться. Самарские представители ветеранских организаций также ежегодно совершают поездки в российские города, чтобы встретиться с боевыми товарищами и коллегами. Посещают места боевой славы, обмениваются опытом. Как можно наладить взаимодействие с властью и воспитывать молодое поколение в патриотическом духе? Ветераны везде одинаковы. И самая главная черта их заключается в том, что эти люди преданы, в первую очередь, своему отечеству, своей родине и очень любят. Ветераны готовят, как говорится, новое поколение и всегда дают пример тем, что они сделали. Сейчас екатеринбуржцы направляются домой. Самара признаются единственный город, в который ветераны пожелали заехать еще раз. Во время первой остановки не успели посетить бункер Сталина и о памятнике Засекину только слышали. Теперь смогли убедиться – Самарская набережная – самое красивое. И с каждым годом становится все лучше. Да, вот такое путешествие произошло. Почему Екатеринбург? Как у вас такие взаимодействия с регионами происходят? Как совпадает, что именно с этим или с тем? Как так получается? Тут вопрос очень простой. Все ветеранские организации, они живут одной семьей. И у нас с ними, со всеми есть соглашение. Соглашение, да, о взаимодействии, о выручке помощи. И поэтому любой какой-то вопрос, касающийся непосредственно, если нужно, поднять как можно на более высокий уровень, мы у себя в городе это проделаем. Сначала свое совещание типа конференции. Потом готовим письма на уровне города, области. Потом созваниваемся со своими соратниками. Мы находим общее мнение и то же самое уже выходим, правильно сказал генерал Юрий Леонидович, по поводу того, что можно обращаться и к президенту, вплоть до президента, и к Государственную Думу. И вопросы, которые очень наболевшие, непосредственно касающиеся ветеранов, их, вот то, что мы говорили, по обеспечению жилья, здравоохранения, курортно-санаторное лечение и так далее, можно выходить на таковый уровень, эти вопросы решать. И вот он, тут сразу было видно, вот он на теплоходе, вот из Екатеринбурга, правильно, проехали по Волге, Матушке-реке, посмотрели, убедились, это вот я вместе с ними ходил по набережной, они как раз увидели и новый памятник наш непосредственно, вот, Григорию Засекину. Ну, я ему сказал, что Григорий Засекин не только открыл нашу непосредственно Самару, как говорится, наш город, это он открыл и Астрахань, и Саратов то же самое, в общем, получается. Ну, теперь вот наша делегация поедет в Екатеринбург или нет, вас пригласили? Пригласили, да, пригласили, главное сказали, что в любое время, только когда соберетесь, непосредственно нужно созвониться и определиться. Обычно так происходит, может быть, это даже не очень хорошо, что в преддверии каких-то очень круглых, крупных дат, внимание особенное уделяется ветеранам и, так скажем, виновникам торжества. И в это время решаются и многие проблемы. Вы вот решение, каких проблем хотите форсировать в преддверии 70-летия Победы? Есть такие мысли, что вот это надо дожать, добить, решить? Пока вот такой момент. Вот на настоящий период времени, я просто маленький пример приведу, вот, на 1 января этого года было участников Великой Отечественной войны три с небольшим тысячи человек. Сейчас, на настоящий период времени, уже мы просто прикинули, вот в самое, где-то месяц назад расчет сделали, уже почти две с половиной тысячи, понимаете? И вот к 70-летию что-то форсировать, как говорится, что-то делать, может, какие-то проблемы, это само собой разумеется, но я считаю, что любой руководитель, любой организатор, он не позволит себе сделать обидно или какую-то боль для ветеранов, участников Великой Отечественной войны, и какой-то организатор предприятия, который что-то будет выполнять, какую-то определенную работу, я думаю, он не посмеет себе даже позволить что-то не так сделать или где-то опоззать или что-то натворить. Я считаю, что такой человек в нашей стране не должен быть. Это пусть на совести каждого человека, каждого руководителя, пускай будет. Понятно. Ну, я так думаю, что подготовка к такому празднованию уже началась. Она идет, она идет полным ходом. Вот расскажите... Согласно плану подготовки к празднованию 70-летия Победы, он еще был разработан практически в прошлом, позапрошлом году, к концу позапрошлого года. К этому плану готовились как? Так. Специально задавались вопросы, обращались мы ко всем руководителям общественных организаций, особенно ветеранским движениям, которые находятся в ветеранах Великой Отечественной войны. Что они хотят? Что они хотят увидеть в 70-летию Победы? Что они хотят сделать к этому моменту? Как преобразить даже ту площадь славы? Как сделать парк Победы и так далее? И вот с этим мнением были созданы общественные советы непосредственно. Общественные советы, они давно работают и при главе городского округа Самара, и при губернаторе. И вот эти советы, на эти советы выносятся вот эти предложения непосредственно ветеранов. Эти советы рассматриваются, смотрятся, обсуждаются. Потом выбираются самые, что ни на есть, как говорится, ну реальные, можно сказать, или самые лучшие, которые может даже людям нравятся. И потом мы их вносили в план непосредственно выполнения вот этих мероприятий, которые должны быть к 70-летию Победы. Этот план утверждался на уровне города, на уровне области. И вот сейчас, в настоящий период, согласно этого плана, ведутся работы по подготовке к 70-летию Победы. А вы можете вот как-то вот рассказать, чтобы мы представили, как будет организовано это празднование, что изменится к 70-летию, что появится, что будет отреставрировано, ну вот какие-то детали. А вот, я прошу прощения, я просто хочу сказать, даже сейчас уже видно, если люди, которые просто сидят дома, некоторые никуда не выходят. Это сложный вопрос увидеть и убедиться в чем-то. Но когда выходишь на улицы города, ты уже видишь, что город уже преображается. Это все вот к этому приводится. И все, и к этому это идет непосредственно, не только к этому. Если посмотреть площадь Славана, она тоже преобразается и переделывается. Если посмотреть скверы уже в городе, они многие уже приведены в порядок. Парк Победы, он тоже приводится, там арка будет, там центральная лей будет, очень красивая. Вот, плюс ко всему мы готовим письмо, и скорее всего, письмо уже ушло, это губернатору, это по вопросу, касающийся проведения на День Победы нашего хора, который готовит, это Владимир Михайлович этот... Ощепков? Ощепков, да. И там сценарный план, все готово. И скорее всего, мы говорили, зачем нам что-то, чего-то, откуда, потому что Самара сама и Самарская область может своими силами провести такой праздник, что это радоваться все будут. И я считаю, что ветеранский хор, который Владимир Михайлович, он вообще, он может там тысячами людей руководить. Я считаю, если он будет проходить непосредственно на Площади Славы, а там как раз для этого готовится все будет, к 9 мая там будет целая площадка, будет сцена, там вообще красота будет. Вот вы увидите, потому что к 9 мая все будет сделано. Ну вот такой еще момент есть. Не только установка памятников, да, вот, там павшим, но еще и уход за ними, содержание. Вот как это решается, проблема? Потому что есть много памятников, ну, по области, может, это не совсем близко к вам, но вот которые там заброшены, еще что-то. Ну, в настоящий период времени практически инвентаризация всех памятников и памятных мест, она прошла. Вот. И в настоящий период времени ведется работа. Многие памятники приводят в порядок, делают какую-то реконструкцию. А есть такая программа специальная? Есть программа, да. Да, и на это выделяется определенная эта сумма средств, которые в настоящий период времени, особенно пока тепло, еще чуть-чуть тепло, приводится все в порядок. Вот эти все памятные места, памятники, которые особенно касаются участников Великой Отечественной, они всех 9 мая будут приведены в порядок. Ну, памятники – это такое самое очень серьезное напоминание. Но есть еще вопросы воспитания. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время обсуждаются вот какие-то болевые даже точки в патриотическом воспитании. Как нужно воспитывать молодежь? Кто-то говорит, что вот и не надо воспитывать, еще что-то. Вот у вас есть свое видение? Как научить подростков детей любить Родину? И надо вообще это специально делать или нет? Конечно, надо. Даже вопросов нет таких, не надо. Мы же прекрасно видим и понимаем ту ситуацию, которая произошла. Вот я не хотел этот пример приводить. Вот рядом славянское государство, наши братья, как говорится. И вот это упущение молодежи, вот за эти 20 лет с небольшим, они к какому привели состояние вот эту страну и к чему она вообще пришла в настоящий период времени. Слава Богу, что у нас этого не произошло, потому что действительно, действительно, и ветераны особенно. Я вот вначале говорил, ветераны нас научили и учат до сих пор, как надо любить свою страну, как защищать ее, как ее отстраивать после вот этой разрухи, как друшить. У нас же многонациональная страна, и там обзываться как-то непонятно. Мы все были тогда советскими людьми, как говорится, и пусть это не зазорно будет. 15 республик, 15 сестер, да, я помню прекрасно. И они до сих пор, они же живут, у них память и вот это все осталось. А если мы это молодежи не будем говорить, не будем рассказывать, это просто грош нашей цене будет, потому что мы упустим молодежь, и она будет воспитана вот так, как мы видим сейчас происходит. Поэтому в настоящий период времени и постоянно практически ветераны встречаются в школах, в высших учебных заведениях, на площадках просто. Но иногда не надо. Ветеран он человек такой специфический, он просто когда, если начнет говорить, его потом тяжело остановить, лучше всего методику сделать немножко по-другому. Да, вот я хотела сказать, должно же что-то меняться, потому что так мы привыкли ветераны в школе, ветераны в школе. Но, наверное, время-то как-то... Нет, но они должны, они приходить обязаны туда, вопросов нет. Вот они пришли, но пускай им вопросы задают, они на вопросы отвечают, потому что это более как-то получится открыто. Потому что если человек начнет говорить, вот когда я родился, и пошел, 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 и вот тяжело остановить, он ушел в свои мысли. А когда детишки, тяжело найти язык более молодым поколениям. Вот первый класс, второй, третий, четвертый класс. Вот я во многих школах был, и я всегда выбираю вот начальные классы, потому что когда к ним приходишь в класс, тишина полнейшая. Они тебя разглядывают с ног до головы, что ты себя представляешь. И вот, чтобы найти с ними контакт, начинаешь под них постраиваться сначала. К концу часа они почти тебя на руках выносят из класса, и рады, когда вы еще к нам придете. Мне вот этот... Мне так с ними очень нравится работать. Но кроме вот встреч ветеранов со школьниками, в систему патриотического воспитания что еще входит? Непосредственно многие из наших ветеранов пишут воспоминания. Воспоминания выпускаем мы книги. В этом году мы выпустили уже 2-3 книги. Сейчас на будущий год еще по концлагерям будет тоже самая книга хорошая выпущена. Мы посмотрели иллюстрации всех хороших человек. Я сейчас фамилии не могу назвать этого автора, потому что мы с ним встречались 2 раза. Он показал уже, она готовая книга, только ее издать. И там действительно все вот эти издательства, которые мы издаем, мы передаем в музеи. В музеях, в школах практически все эти книги имеются. И вот эти воспоминания, они дают нам не забывать историю. Потому что если мы знаем свою историю, знаем предыдущее поколение, намного легче разговаривать с нашим молодым поколением, потому что они будут представлять, как наши предки жили, как до них жили. И уже можно разговаривать близко на их языке, как говорится. Но молодежь, она у нас специфическая. Она все старается в компьютер, в компьютер, в компьютер и там что-то. А вот когда начинают с ними разговаривать, они просто привыкли там языком аппаратуры разговаривать. Иногда получается так, что даже молодые люди, вроде уже и взрослые, но они вот просто поговорить с человеком не могут даже. Вот это сложный вопрос получился. Вот мы все время говорим про ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн. Но у вас же еще есть ветераны правоохранительных органов и еще чего? Да, да, да. Каких? Правоохранительные органы, ФСБ. Да, вот про них хотелось бы поподробнее. Они что, ни в чем не нуждаются? У них есть какие-то проблемы? Они на какие льготы претендуют? Какие проблемы вы вот с ними вместе решаете? Все проблемы, которые касаются непосредственно вооруженных сил, спецподразделений, они практически уходят на льготы федерального значения. Это одно и то же. Там разногласий никаких нет. Может быть немножко, как свои органы, там КГБ, как раньше было, или ФСБ, МВД, они практически на учете находятся непосредственно в своих органах. И поэтому немножко это, как говорится, закрытая деталька такая. Да, потому что вот как-то привыкли говорить, а вот про это действительно... Но они практически такие же ветераны, как все ветераны. И ни в коем случае... То есть льготы приблизительно одинаковые, не приблизительно... Да, 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 практически там разницы небольшие. В зависимости от того только, кто кем был, на какой должности находился, чем ты ранг выше имел, ну извините меня, значит ты больше будешь получать. А если ты был просто там пониже рангом, значит у тебя тоже самое поменьше. Каждый все получает за свою ответственность, за что ты отвечал. Чем больше у тебя людей было, тем больше ответственности. Поменю за ответственность, да. Ну вот они тоже как-то задействованы. Вот ветераны там поют, и афганцы, и все вот это какие-то... А вот они тоже в ваших мероприятиях принимают участие? Все принимают участие, да. У нас нет такого, чтобы кто-то от кого-то отходил. Я говорю, если мы какие-то мероприятия проводим, мы собираемся все вместе, обсуждаем эти вопросы. Но бывают такие праздники, которые действительно, если День разведчика, как он есть, это именно более узкий круг, собираются те, которые друг друга знают. И это мы, может, сами скинулись там, как говорится, и потом в кафе зашли или что-то. Есть там ПВОшники или ракетчики, говорят, есть танкисты. Вот недавно был 14 числа День танкиста. Танкисты сами собираются то же самое и в своем кругу, более узком кругу. А вот более как-то значимые даты такие, как Курская битва, Саленградская битва. Вот сейчас будет 6 декабря тоже Московская битва. Это уже касается уровень уже очень большой. Это государственный уровень. И там практически все рода войск и все люди, которые принимали участие, не имеют значения. Там это внутренние войска, там КГБ и так далее. Понятно. Что в ваших ближайших планах? Вот какую проблему, задачу вы хотите решить буквально в ближайшее время? Потому что можно говорить, что как у нас все хорошо и с властью, и деньги, и все мы вместе. Но, наверное, есть и проблемы, и нерешенные какие-то ситуации. Вы понимаете, проблемы, они всегда есть и будут. От них никуда не убежишь. Проблема то, чтобы как можно больше было тепла. Особенно к ветеранам, старшему поколению. Да не только ветеранам. Мне кажется, что больше тепла более преклонному возрасту людям. Особенно, чтобы надо смотреть ветеран. Ушло у нас это. Да, в школах раньше воспитывали, а сейчас как-то вот, да, уходит. И вот, чтобы непосредственно то, что вот люди, которые отдали, как говорится, большую часть своей жизни, вот именно для своей страны, больше к ним тепла, любви. И поменьше, чтобы их чем-то огорчали. Ой, спасибо большое за то, что к нам пришли, рассказали о своей работе. Наше время уже подошло к концу. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин